Всем привет! Меня зовут Виталий Белоножко. Сегодня у нас в гостях здесь в студии очень уникальный человек. Я с ним недавно познакомился. Он много чего сделал для христианского мира в плане музыки. Он является лидером группы прославления в Мелитополе. Также он музыкант, продюсер и звукоинженер. И сегодня у меня честь с ним просто сесть, поговорить и задать несколько вопросов. Антон, добро пожаловать к нам. Спасибо, что пригласили. Да, в Double Joy Music. Знаешь, как я тебе говорил, это просто будет разговор. Поговорим о том, что мне кажется интересное. И у меня есть для тебя семь вопросов. Семь, потому что это Божье число. Семь. Я думаю, что они легкие, поэтому... Как ты начал заниматься музыкой? Как ты пришел к тому, что служить в церкви? В общем, что тебя привлекло к музыке? Мой отец, он пастор церкви. И он всегда хотел, чтобы мы были в прославлении вместе с моим братом. И он мне навязал это. Ну, так это было. Он говорит, ты будешь играть на кларнете. Такая дулочка. Интересно. Я такой, ну окей. Ну как-то для меня было папино слово, было это закон все. Окей, хорошо. Я начал играть на кларнете, потом на саксофоне. Я в группе прославления с 13 лет. То есть мне сейчас 31. То есть это такой большой промежуток времени. Я уже в музыке. И постепенно потом я начал играть на клавишах. И я влюбился в музыку. Все, то есть, естественно, саксофон и кларнета, то все ушло на задний план. Ну как на саксофоне ты напишешь песню? Ну реально. Ну типа, ну максимально бесполезный инструмент. Ну это мое такое субъективное мнение. И я перешел на клавиши. Потом был период у нас в церкви, у нас не было барабанщика. Ушел барабанщик. И я сел на барабанах играл еще. То есть я и очень, ну, считаю, хорошо играю на барабанах. И, кстати, дальше в процессе написания музыки это мне очень сильно помогло. Потом был период в моей жизни. Может помнишь, такая группа была Plus One. А, да-да, двух тысяч лет. Да-да-да, это тот момент. Я тогда еще был малой. И я увидел, это еще на дисках были, это видеоклип. И я видел, как они писались в студии. И я сижу, смотрю на это все. И я маме говорю, я хочу работать в студии. Это тебя зацепило. Да, это еще тогда вообще штрих был. И все, оно так и произошло. Я начал аранжировками заниматься, сведениями. И вот так вот я вот всю жизнь и занимаюсь этим делом. Ну, а у тебя есть образование музыкальное какое-то? Ты где-то на клавишах. Самоучка, полностью. Самоучка, да. Но единственное, по сведению, по мастерингу, я брал курс. У нас есть очень крутой инженер в Украине, Владимир Григорович. То есть он работал с Тиной Кароль. Там еще ряд крутых артистов. Он им сводил, писал музыку. И я просто взял у нее хороший курс за хорошие деньги на тот момент. И я прям две недели с ним вот так сидел в студии за консолью. Он мне показывал там всякие фишки, секреты. Я так сижу, ничего не понимаю. Ты понял? Ну, киваешь головой. Да, да, конечно. Просто взрыв идет. Но потом уже там спустя полгода я начал понимать те моменты, которые он мне объяснял. Но он мне дал такой хороший толчок. И все, на этом мое образование закончилось. Как бы сам, сам, сам шел так, да. Я думаю, что, ну, вот у тебя история очень похожая, как у меня и многих других музыкантов, что, например, ты не можешь объяснить, почему ты этим начал заниматься, почему тебя так привлекло это, да? Это просто что-то, ну, как в ДНК там где-то, наверное. Да, да, да. Потому что другие люди увидят этот плюс-уан диск, там, как ты говоришь, и они просто, ну, круто, и все, и дальше пошли. А вот людям, которые, наверное, суждено этим заниматься. Призвание. Это просто призвание, я думаю, да, в этой сфере. Ну, просто что это необъяснимо. То же самое, как тебя спросят, почему ты любишь свою жену. Ты не будешь называть там, что у нее волосы темные. Да, да, да. Ты просто любишь. Просто люблю, да. Это вот необъяснимый такой вот феномен такой. Да. Хорошо. А вот когда ты стал, ну, больше, скажем, окунаться в музыку, вот кто производил на тебя, можно сказать, влияние и кем ты, вот, ну, вдохновлялся, кто для тебя был топ? Ну, в плане артистов, наверное. Да, конечно. Ну, я же такой, уже можно сказать, хоть я, может, и молодой выгляжу, но уже из олдов. Мы же оттуда, с 2000-х начали. И, понятно, сильно поменялась уже индустрия вся. И, ну, я, допустим, очень сильно слушал, очень много слушал это Фред Харман, Кир Франклер. Все по Гаспелам, по всем, по Black. Вот реально это мое вдохновение было. Когда я играл на саксофоне, это был Кенни Джи. Ну, это топ. Слушай, это же саундтрек каждой свадьбы здесь в Америке. Да, так мы в Америке здесь на свадьбах играли, да, Кенни Джи. Это вот прямо вот, это наш был топ. Ну, и джазовые стандарты, естественно, все мы знали и все это учили, как бы так. Ну, я просто на сегодняшний день, мне кажется, немножко теряется, ну, не знаю, может, не так уже актуален этот джаз, эти стандарты, может, в особых руках, потому что сейчас сильно поменялась музыка. И я думаю, определенного стиля уже нет в принципе, он сильно намешан, очень сильно все меняется. Поэтому, ну, даже не знаю, сейчас я больше воршип, воршипер, да, я туда пошел. Ну, это все по классике. Хорошо, ну, а вот наших славян, скажем, кто-то тебя вдохновлял, скажем, Новый Иерусалим там или Сергей Брикс, были такие? Слушай, я так скажу, я всегда старался слушать западный, знаешь, почему? Но я отлично, мы Брикс и Новый Иерусалим играли эти песни, все эти ребята, это окей, они у нас всегда были. Но моя логика была в том, что все равно все русскоязычные группы, они копировали запад. И я себе, я тогда, когда еще малой был, я думаю, почему я буду копировать копию, лучше смотреть на оригинал. И я как-то себя с самого детства так приучил, и я всегда на запад, на западные группы, вот я оттуда питался, да. Интересно. Да, но я слушал, кстати, я не помню, группа, как же они, этот, Вася, Вася. Imprint? Да, Imprinted. Вот как-то я слушал, знаешь, как было, вот, ребята есть, они переехали в Америку, иммигранты, посмотри, какие у них клипы, какая музыка. И я так открыл, это, наверное, лет 10 назад, я так, мне думаю, вау, крутые ребята, круто. Ну вот это, что касается русскоязычного мира, мне так, знаешь, зацепили эти ребята. А так, в принципе, все только западное было. Не знаю, может, это плохо, я не знаю. Нет, почему? Да. Если тебе, знаешь, как говорится, сердцу не прикажешь, то, что тебе нравится, то и слушаешь. Понимаешь, поэтому мы формируемся, да, как музыканты, как творческие люди, мы всегда так же самое, как язык, да, как мама разговаривает, так будут и дети. Да, да, стопится. И в музыкальном плане то же самое, что как ты, ну, чем ты питаешься, то в тебя будет и проявляться дальше. Это естественно. Вот ты рассказал немножко, как ты начал заниматься. И вот М-Worship, да, вот церковь ваша, вот проект этот или, можно сказать, прославление, да. Меня всегда интересовало, ну, после того, как я увидел ваш канал, вы выбрали вот путь каверов. То есть, я не знаю, есть там оригинальные песни, может быть, и есть, но в основном каверы. Объясни, почему? Да, смотри, на самом деле, мы начали с каверов, потому что еще не был налажен поток авторства. И я понимаю, ну, как, самое большое откровение, почему я открыл М-Worship, это я получил, что нужно просто снабдить весь русско-украиноговорящий мир классным воршипом. Это вот одна была цель. И, конечно, в конце этого пути у нас была цель начать писать авторские песни. Я насобирал 17 авторов. У нас есть в церкви 17 авторов. Я это все, ну, то есть, как мне присылают демку. Просто как-то коряво наигранный голос. И главное, понимать, где куплет припев и нормальный текст. Окей, они мне это дают, я уже все аранжироваю и выпускаю трек. Мы могли, мы уже начали это ставить потихоньку на поток, мы могли делать, вот представь, у нас 7 авторов, из них 3-4 песни каждый мог делать в месяц. Представляешь, сколько авторских песен могло выходить? И мы начали писать. Началась война. Все. Вот. Это самая большая причина, почему вот мы не продолжили. И у меня был план, реально план, чтобы сделать, как бы это, может, смешно не звучало, фабрику по производству воршипа. И у нас были все ресурсы, и люди это делать. Поэтому сейчас такой очень сложный период я прохожу, как бы я не знаю, что будет дальше, как вся команда разъехалась по всему миру, и очень тяжело на расстоянии это делать. Да, согласен. Но вот кавер, это, знаешь, это типа просто старт был, чтобы хоть как-то... Разогреть, да, этот костер, запалить его. А потом мы хотели прям только авторство делать. Да, я вот смотрю вот в Double G Music, у нас, мы выпустили несколько там клипов, не так много, как вы, но я вижу, что кавер, первый, кто набрал миллион просмотров вот недавно, это кавер. Лорен Дейгл кавер. Да, да, да. Получается, что все-таки кавера рулят, как говорится. Ну, мы, кстати, коснемся этой темы, дальше, ну... А у меня есть вопрос, да. Вот, да, 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 я отвечу, почему так происходит, и что нам не хватает для того, чтобы наша музыка... Хорошо, да, а вот насчет каверов, кто выбирает, какой кавер делать? Это ты выбираешь или кто? Ну, смотри, у нас есть, мы их называем ключевые люди. Это там нас пять человек, мы каждый квартал собираемся, где-то часов на пять. У нас там кофе, печенюшки, доска. И мы планируем на каждые три месяца вперед песни. Люди за предыдущие три месяца кидают нам разные песни на их мнение. Эта песня зайдет в церковь, типа. И мы это все собираем, там очень много песен, и мы все вместе отбираем. Но практически последний... Ну, это процесс голосования, что ли? Ну, как бы люди предлагают, но у меня... Но за кем последнее слово? За мной. Да, ну не то, что я там такой, знаешь, дядька-запретитель, не-не-не, но я уже давно в этой сфере, и я пережил много лидеров прославления, и я видел все... Может, это немножко неправильно звучит, но я видел все нюансы, неправильные моменты и правильные, и я для себя делал вывод. Я такой думаю, окей, так, эта песня, она не заходит. Ага, вот это, вот это зайдет. И вот за это время у меня насобирался такой список всяких минусов и плюсов, и я начал это внедрять, когда я стал уже лидером. То есть есть какие-то критерии, да, вот, по каким ты можешь определить? Конечно. Будет это успех, или не успешно, или не будет? Да, конечно, и там вот мои помощники, ну, ключевые, они дают песню, вот эта песня 100% зайдет. Я говорю, нет, она не зайдет. Ну, ну как, ну она такая классная. И я говорю, я так молюсь, чтобы вы уже начали различать эти моменты, где песня, она просто песня ради песни, а где песня, которая будет жить долго. И, ну, я все равно, бывает, я даю, говорю, окей, давай, делаем. Ну, я даю человеку проявить себя, спели, и он подходит и говорит, да, я согласен. Говорю, ты понимаешь, да, теперь? Да, чуть-чуть начинаю понимать. Ну, короче, вот так. Хорошо. Это интересно, да. Ну, смотри, вот мы говорили, что будет вопрос, что не хватает славянской, скажем, христианской, музыкальному миру, чтобы вытянуть это вот на такой уровень, как это сделали американцы, потому что кавера все в основном-то американские авторы и, скажем, ну, продакшн. Как ты думаешь, что не хватает? Потому что, ну, вот у меня свое мнение об этом. Да, мне интересно послушать твое мнение. Как, что ты думаешь об этом? Ну, смотри, я бы здесь поделил на два отдельных пункта. Первое, это нехватка финансов. Сейчас объясню, почему. А второе, у нас славянская культура. У нас люди любят Верку Сердючку. 130-120. Реально, какую бы мы крутую песню не пытались пропихнуть в церкви, люди стоят с ноги на ногу, и только начинается какая-то песня. Танцуй, Дух Святой во мне. Да. Бабушки даже стоят, они исцеление получают, они палки бросают. И просто, да. Но, к сожалению, у нас вот такая культура. Они любят вот такое. Но. А в Америке здесь не любят это. Ну, не знаю. Но тут здесь все наоборот. Ну, я не знаю. Ну, да. Но мне кажется, да. Ну, типа, ну, как-то подробно. В Америке, окей, тут видишь, еще гаспел сильно развит. То есть очень много церквей гаспел. У нас гаспел вообще. Ну, типа, ребята, что это вообще такое? Я больше не приду в церковь, если такое будет. Да. И следующий момент, мое понимание. У нас культура такого, к сожалению, такой чуть колхоз. Сам звук, знаешь, звук такой, вот, лепс, барабан такой плоский. И вот, к сожалению, церкви, есть запад, где можно взять, питаться. Окей, так, такой у них саунд, будем у нас делать. Но все равно, к сожалению, церкви как-то вот берут немножко не то направление. И самый основной момент, если мы говорим о глубоком поклонении, то люди очень часто в Украине, они путают песню, просто верующую песню, ну, там, песня о Боге, какой Господь там хороший, и глубокую песню, которая реально будет жить десятилетиями. У нас, к сожалению, не такое глубокое понимание о написании именно поклонения. В Америке, ну, Америка, она же, представь, сколько здесь уже десятков лет, сотен христианств, конкретно от христианства, и, ну, на высоком уровне. Поэтому, ну, здесь немножко это попроще все пишется. У нас, к сожалению, пока ситуация такая. Но, знаешь, я так скажу, мы с Марком проехали почти по всей Украине во время войны, и мы проводили школы хвалы. Я никогда не думал, что эта тема актуальна так. Ну, мы сидели у себя в церкви, строили свою команду, и сейчас такая ситуация, мы вынуждены выехать. И мы проехали, оказывается, мы являемся благословением для людей. За все это время около 300 команд через нас прошло. И на каждой школе люди ко мне подходят и просят, можешь взять в обработку нашу демку? У нас, ну, к сожалению, мало людей, которые именно воршип делают. Есть очень много у меня ребят, которые делают разным артистам крутую музыку, но воршип и поп – это две разные сферы, абсолютно. Нужно быть специалистом по воршипу. Конечно, да. Олдом, который был от начала церкви, чувствует. Я вот, у меня есть очень, не буду называть его имя, очень крутой брат, шикарный музыкант, он прямо вот, ну, прямо в Украине на уровне. И когда ему приходят заказы на воршип, он все мне кидает. Он не может, хотя он крутой музыкант, он верующий, он тоже сын пастора. Ну, он не может. Вот воршип, он специфический, знаешь, он такой, ну... Ну да, видишь, я думаю, что фундамент вот воршип саунду такого, конечно, был заложен. Это хил сон, это вот пионеры, да, которые вот это все развивали. Ну, мое личное мнение, да, что нужно тоже не зацикливаться вот на только таком звуке. Поэтому я и спрашиваю, как хотелось бы как-то увидеть, чтобы в нашей славянском мире, чтобы тоже какие-то были вот подобные, можно сказать, результаты. Может быть, не такие большие, потому что, как ты говоришь, деньги всегда не хватает финансирования. Конечно, конечно. А там еще будет позже вопрос насчет денег. И я согласен с тобой то, что деньги, культура, качество. Я бы добавил еще одну свою такую мысль в том, что, мне кажется, почему в славянском мире это не развивается, потому что вообще, по большому счету, славяне, они просто немножко не уважают вот музыкальное служение. Вообще, вот музыку. Культура такая, да. Потому что они приравнивают это, как будто кто-то вышел и сказал проповедь. Но если разобраться честно, подготовиться к проповеди занимает сколько? Ну, день-два, ну, максимум неделю. А чтобы сделать классный музыкальный продукт, чтобы это было, знаешь, на каждом этапе было сделано качественно, и в плане, скажем там, продакшн, но и в плане тоже самого содержания, чтобы выстрадать эту песню, чтобы максимально передать. Сто процентов, конечно, да. Прилечь правильных людей. Это ты не сделаешь за несколько дней. Нет, конечно. Это месяцы работы. Так бывает период, когда у тебя вдохновение уходит, и ты садишься, тебе не идёт ничего, всё. Ты не можешь просто что-то написать. Да, да. Тебе нужно, может быть, полгода потратить на это. Конечно. Она же так и будет. Просто песня, которую просто будет переключать. Да. Но вот что продолжит мысль эту, что вот есть какое-то некое такое неуважение, что даже, знаешь, готовые, не то что, как-то правильно сказать, не хотят поддерживать даже финансовую. Вот мы говорили про финансы, да? Как-то типа, ну это же вы для Бога делаете. Ну, я считаю, что вот американцы, они же этот пользователь, или как-то сказать, употребитель этой музыки, он же и помог этому всему стать на ноги. Почему? Потому что они жертвуют, да? Купить диск, пойти на концерт, готовы там заплатить 50, 60, иногда 100 долларов, чтобы пойти поддержать вот это служение. В нас вообще это, типа, даже 10 долларов попробуй выдавить. Поэтому вот я бы вот это, как я сказал, добавил своё, что какое-то есть, не знаю, какое-то неуважение, какое-то такое, что типа, а вы должны это делать за свой счёт. Да, да, так и есть, да. А я хотел бы спросить, ну тогда прийди мне, плитку положи за свой счёт. 100%, да. Нет, подожди, это моя работа. Вот, мы должны писать, мы должны как-то писать потом, где-то добывать деньги, а они постоянно работают и приходят в церковь, да? Это, типа, ну давайте что-то. Да, типа, это же вам нужно. Да, 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 да. Что-то всё не так себе было. Да. Ну это, я не знаю, что должно произойти, чтобы это поменялось мышление, но я думаю, что, скорее всего, что это, возможно, новое поколение должно пройти поколение. Сейчас потихоньку уже меняется. Даже, знаешь, тебе скажу, если даже лет 5 назад очень мало кто слушал платную музыку, да, там на Apple Music, да, все постоянно воровали. Где-то вот скачать бесплатно. Торрент. Торрент, да, скачать бесплатно. Скачать бесплатно. А сейчас люди вот прям поголовно, у них подписки, ну то есть уже сломалось. Если мне сказали 10 лет назад, что люди в Украине будут слушать платную музыку, я бы не поверил. То есть уже потихоньку что-то меняется, знаешь, такая западная культура заходит. Да. Теперь мы покупаем плагины. Вот, да, да. Как раньше, знаешь, как было. А где ты купил плагин? А, говорит, это на народном ресурсе, на рутрекере. Да. А были у тебя вот какие-то разочарования? Знаешь, у меня было, наверное, не разочарование, я так скажу, выгорание. Выгорание — это такая опасная штука. Знаешь, из-за чего она приходит? Потому что ты очень много на себя берешь. Нужно учиться делегировать. И в моей жизни были такие моменты, даже панические атаки. Я вот прихожу после служения, мне настолько много всего, что я лежу, я своей жене говорю, я сейчас умру. Ну реально, вот такое чувство, я сейчас умру. Реально, настолько плохо. И мне никогда не надоедало служение. Никогда. Я любил. Ну я искренне имею откровение по поводу служения. Но усталость приходила, и, конечно, хотелось все бросить. Это было. Но я потом пришел уже сам к тому, что нужно просто правильно расслаблять приоритеты в жизни. И, в принципе, можно служить в церкви долго и счастливо, если правильно расслабить приоритеты. Ну а как это практически сделать? Вот просто в трех словах. Это, как ты говоришь, ты много брал на себя. Да. Вот как можно подходить к этому по-другому? Ну, допустим, понимаешь, у меня еще такая проблема. Я чуть-чуть перфекционист. Чуть-чуть. И я считаю, это проблема. На самом деле. Ну где-то это классно, но, допустим, в церковной сфере это так себе. Мешает. Да, это реально мешает. То есть, есть у нас звукооператоры. Короче, в церкви весь звук, все, что издает звук, это все проходит через меня. И хотя я лидер прославления, я должен заниматься вот только воршип, да, там, вести, все, за музыкальную часть отвечать. Но нет. Оно должно быть все идеально. Я бегу в зал, подхожу, раз-раз подправил, говорю, вот так должно звучать, сохраняй сцену. Раз, сохранил. Побежал, говорят, ребята, мониторы у меня очень плохо звучат. Я бегу за мониторный пульт. Девайн Эйр и погнал, отстроил ему. Норм. Хотя я не должен это делать. Ну да. И никто, типа, ну, никто меня не просит. Ну, на самом деле, это не моя обязанность. Но я вот слишком брал ногу на себя. Везде, везде, везде вот так вот бегал и, ну, такой пошел. Добегался. Добегался, да. И потом я просто стал доверять ребятам. Оно, конечно, чуть проще, но зато оно все идет. Оно и нормально, и так пошло уже. Тебе не хочется умереть. Да, да, совершенно точно. И я такой думаю, окей, если я не начну делегировать и доверять ребятам, они так и будут на таком слабеньком уровне. И я начал им передавать. Говорю, все, меня даже не дергай, ты рули. И я увидел, как за полгода ребята выросли сразу. Ну, вот это плюсы. Потому что мы тоже, да, когда-то учились. Конечно, да. То есть мы же не пришли уже, видели пульт и уже все знали. Да, да, да. А это долгие годы, вот это все. Поэтому, да, я тоже очень умышленно, да, вот стараюсь молодых ребят, ну, как-то ментор, вот этот, менторством заниматься, чтобы не просто, вот, вот я вот так сделал, вот я, вот только я знаю, а больше показать им, чтобы у них, ну, самих это развивалось, чтобы они хотели этого делать. чтобы у них свой вкус был, да, вот они так это видят. Ну, где-то направить нужно. Нет, понятно. Но ментор это всегда нужно. Я, у меня такое, как сказать, философия, что даже если тебе 80 лет, тебе должен быть ментор какой-то. Всегда нужно, чтобы кто-то в кого-то вливал. Это нормально. Да. Ну, мы говорили об этом уже, может ли, реально ли христиан Нину, вот музыканту, исполнителю, скажем там, лидеру прославления, жить с музыки? Это возможно или невозможно? Конечно, возможно. Но я живу с музыки. Но если ты не при церкви, если ты просто вот занимаешься служением музыкальным, вот где ты служишь в разных... Да, да, да. Как ты думаешь? а в церкви, ну, у нас, ну, как, я не на фулл тайме. То есть у меня отдельная работа, я занимаюсь аранжировками, сведениям и мастерингом, людям разным. Да, и точно так же ребята, практически все музыканты также зарабатывали. Пишут музыку на стоке разные. Ну, как бы им хватает. Нормально. Конечно, моя мечта была, это, чтобы все музыканты, ну, по крайней мере, основные и основные вокалисты были на хорошей зарплате. Ну, я к этому шел. На полной ставке. Да, на фулл. Ты представляешь, какое-то удовольствие, ты приходишь в церковь, все, привет, привет, кофеен. На работу типа. и все разошлись по комнатам и пишут творческие. И за это еще получают хорошие финансы. И им нужно работать на работе. Но это моя мечта. Верю, что мы когда-то к этому придем. А в жизни, реально, пока этого нет, но ребята у нас все музыкой зарабатывают тут в команде. Есть, допустим, у нас база-гитарист. Он база-гитарист в церкви, но он очень хорош в IT. В IT-сфере он там пишет сайты, программы, и он этим занимается. Все правильно распланировал свою жизнь, и он успевает и служить, и хорошие деньги зарабатывает. Да, я, наверное, больше думал о, скажем, о таком, каком-то соло-артисте, где он чисто хочет, ну, вот, служить музыкой, да, ездить по различным там церквям, каким-то конференциям, ну, где нужна музыка, где он может послужить. Насколько я знаю, вот в этой ситуации то практически невозможно только жить из этого. А если брать другие работы, как ты говоришь, там, заниматься оплачиваемыми работами, потому что приехал в церковь, ты спел, тебя могут один диск купить, или вообще там тебе выписать 100 долларов, а ты потратил 500 на билет, чтобы прилететь туда. Да, не, это утопия, я думаю. Да, вот в этом плане, я думаю, что практически невозможно. А вот как ты объясняешь, что служить в церкви, да, ну и плюс еще работать, скажем, на заказы, какие-то. в своей сфере музыкальной. да, да. Ну, слушай, смотри, я считаю, лучше писать музыку, сводить, чем работать каким-то супервайзером или настройки, ну, самое банальное, настройки, ложить кафель. Поэтому, ну, пацаны выбирают так, знаешь, писать музыку, и, ну, класс, они вот с этой музыки воршип переходят, и вот так вот, то есть, ну, есть ли какие-то группы, которые тебе, или, ну, артисты, которые тебе очень нравились, но их уже, как бы, нет на сцене сегодня. Это в каком? Русская или Американа? Давай, скажем, за славян, да, если есть, может быть, нет. нет, ну, вот, что интересно было бы, если они или собрались бы вместе, или этот человек, ну, вернулся. Да, да, я понял. Тебе, вот, если поностальгировать, есть какие-то... да, если поностальгировать, это сразу скажу, это Паша Мурашов, и этот Андрей Кочкин. Ну, ты же знаешь, я же тебе рассказывал, я в основном слушал все, запад-запад там, но так, это если прям вот, ну, допустим, Паша Мурашов, это, знаешь, был мой кстати, это вот реально один из топов, который меня вдохновил, на клавишах играть, и я прям смотрел, он очень-очень талантливый клавишник. Это, ну, да, жалко. А вот ты говорил Кочкин, да? Кочкин, да. Да, это же, это Вледяева. Да, да, Андрей Кочкин. Я, кстати, полтора месяца назад, я был в Латвии, мы служили в церкви, мы с ним виделись, общались. Я помню еще с детства, я слушал кассету, и там была вот эта песня, помнишь, «Небеса манят и ждут меня?» да, и там такой звук, знаешь, девяностых еще, и, ну, на то время, я, для меня это был Запад. И они тогда делали просто, это, это был и продакшн, знаешь, там была и постановка эта вся, и, поэтому, да, вот интересно. Это было вообще малой, но тогда мы все наизусть знали, все эти мюзиклы, ну, да, то время, а вот, например, «Новый Иерусалим». Ты знаешь, честно скажу, я никогда не был фанатом, вот не знаю почему, вот люди все с ума сходили, я был на концерте у них, ну, я не знаю, ну, что-то, а, кстати, я знаком с сыном клавишника, да, мы имели, Вадима, да, мы имели общение, хороший брат, хороший музыкант, очень хороший, ну, так, не знаю, что-то мне не заходило, ну, пару песен, да, «Одна любовь», да, свадебная такая, где там на лимузине не катались, ну, ну, так, знаешь, ну, да, но есть, да, есть у них вот хиты такие, как «Дизайне Божьем», да, 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 это такой, знаешь, такая песня, которая, очень часто ее слышишь, не, есть, как бы, есть песни, там, ну, парочка, тройка нравится, но так, что-то как-то, не знаю, пусть меня закидает камнями, мы это все вырежем, все хорошо, хорошо, есть ли у тебя какие-то пожелания или рекомендации, вот, для молодых, начинающих, те, которые, вот, смотрят, скажем, даже вот то, что делает Amorship, и у них тоже есть какая-то, какое-то желание, вот, рвение, рвение, что-то делать, или подобное, или свое, что-то, но вот, как-то развивать и себя, и развивать, может быть, в церкви, или как, скажем, соло какой-то артист, наверное, вопрос будет, что главное, что важное, или главное? Хорошо, смотри, первое, если это идет речь о worship, именно worship, первое, я рекомендую продвигать только имя Иисуса Христа, сейчас объясню, почему, много групп есть, которые просто песни, песни, они и не про Христа, но и не про дьявола, это христианские группы, вот просто обо всем, обо всем, и их уже нет, они давно уже развалились, но те команды, которые реально пропагандируют жизнь с Иисусом Христа, они просто набирают сумасшедшие обороты, то есть, ну я, лично я, я много что прошел в жизни, у меня были разные возможности и уехать заниматься, работать с артистами неверующими, но я для себя принял решение, я worship, я только делаю worship, и слава Богу, Господь это поднимает, развивает, даже не на, ну даже смотря на ситуацию, которая сейчас у нас в стране, следующий момент, я бы рекомендовал слушать запад, западные группы, вот прям брать эту культуру и внедрять сюда, молиться за свое служение, реально, я очень много молюсь за свое служение, чтобы Господь сверхъестественно вел, и чтобы было его имя прославлено, ну то есть, что еще могу пожелать, самое основное, писать, всегда писать, 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 демки писать, как мне говорят, вот как нам написать песню, вот что нам нужно для того, чтобы написать песню, я говорю, все очень просто, просто брать, сходить в магазин, купить звукового папу, просто надо писать, реально, да, бывает, там, допустим, 50 демок у тебя в телефоне, из них, две может быть стрельнут, но это нормально, но главное писать, и все, и дальше уже к чему-то ты обязательно придешь, а есть еще вот такое мнение, что, скажем, профессионализм, он не очень важный, что нужно, ну, больше делать акцент на духовное, а вот, скажем, уже творческая часть, или, ну, вот, вот эта техническая, скажем, креативная, она как-то сама придет, вот, с твоего опыта, сколько ты уделял внимания, важно это или нет, чтобы вот не просто, ну, молиться об этом, конечно, мы, мы понимаем, что нам, мы без источника ничего не можем делать, конечно, насколько зависит успех от наших трудов, нашего старания, и вот упражнения, и, как ты говоришь, писать, постоянно писать песни, вот, это важно? Конечно, смотри, так, постараюсь в минутку вложиться, смотри, я когда начал заниматься на барабанах, я занимался каждый день 5 часов, реально 5 часов, не просто я сижу что-то смотрю, конкретно, 5 часов, BPM 60, да, да, 70, да, да, и вот, 5 часов в день, я со школы приходил в церковь, я выползал с барабаном, то есть, естественно, без этого ничего не будет, надо, ну, просто, Господь, благослови меня, чтобы я был музыкантом, ничего не будет, да, следующий момент, вот, пример привожу, поэм-воршипы, мы делали классный звук, там, по канально писали, в начале, да, нашего проекта, и вот, мы выгружаем видео, я смотрю, ну, там, немного просмотров, и потом я выкидываю видео с эфира, левый, правый и правый канал, в противофазе вообще, ну, звук просто полтора мона какой-то, реально, ну, я взял, там, чуть-чуть мастеринг сделал, потянул под громкость, и в припеве просто пэт добавил, чтобы как-то чуть-чуть стерео сделать, мы выгружаем видео, за неделю 50 тысяч просмотров, за месяц 200, сейчас там за миллион, и я сел, говорю, братья и сестры, что нужно женщине, которая стоит, моет посуду, и ей нужны такие колонки, она берет с телефона, запускает этот воршип, ложит и поклоняется, говорю, наша задача, говорю, сейчас просто максимум бить, выгружать с эфира звук, то есть, сейчас я объясню, к чему это, и мы 110 дней, каждый день выкидывали видос, каждый день, и мы очень сильно стреляны, пошли, то есть у нас в месяц, было по 3,5 тысячи подписчиков плюс, и люди начали добавляться, люди начали поклоняться, и я как смотрю, на, допустим, там, полтора миллиона просмотров, я не смотрю на то, что, вау, полтора миллиона просмотров, я смотрю на то, что полтора миллиона раз, люди поклонились, все, ну, моя миссия исполнена, реально, но, качество на месте остается, мы сейчас, знаешь, типа, ну, у нас есть подписчики, аудитория, которая с нами поклоняется, и сейчас мы можем чуть-чуть slowdown, и уже делать классный звук, классную картинку, то есть, я не говорю о том, что, да, по барабану какой звук, главное просто воршип лить, на начальном этапе, это допустимо, но, в конечном, нам нужно делать классный уровень, это правильно, да, как я понимаю, что людям нравится искренность, да, и то, что там было в противофазе, это не влияло на то, что, совершенно точно, это было искренно, это было не отполировано, как-то сильно уже, ну, как сказать, далеко от естественного, да, ну, вот интересно, да, что иногда вот такое видео заходит, вообще, 720 разрешено было, просто, ну, типа, вообще, да, а вертикальное, не, не, нормально, оно начинается, но прям кубиками, это песня, святая, holy, ну, в общем, да, очень важно, это искренность, и в помазании, что песни были, потому что есть ряд очень-очень крутых команд в русскоязычном мире, там идеальный звук, ну, идеальная картинка, потраченные сумасшедшие деньги, а люди, они не могут поклоняться под это, ну, знаешь, есть такое понимание, вот стоит помазание за этой группой, или не стоит, и все, поэтому, ну, я думаю, конечно, нужен баланс, не надо с крайности в крайность биться, но нужен баланс. Если позволишь, я вот еще хочу, добавить в конце, это то, что успех практически всего, ну, если смотреть просто с такой философской стороны, это постоянство, да, что вот не ожидай, что ты позанимался два часа, там, на клавишах, или с вокалом, и ожидать уже такого мега результата, конечно, нужно постоянство, ты сам говорил, 110 дней, вы выставляли, да, это было очень тяжело, это именно ключ к успеху, что быть постоянным в чем-то, если даже с первого, с третьего, с пятого раза что-то не получилось, все равно продолжать это делать, и потом ты выйдешь на этот уровень, который, ну, на который тебя определил Господь, но постоянство, это очень важно, да, в молитве будьте постоянны, помнишь, да, как написано, Господь даже говорит, постоянно, вот, делайте, хорошо, Антон, спасибо тебе, спасибо, что пригласил, за разговор, очень приятно, что ты заехал к нам, я всем говорю, он специально приехал сюда, к нам, так и есть, мне очень было приятно, и пускай Господь благословит вас, спасибо, в вашем служении, в твоем служении, что ты делаешь, и самое главное, если ты еще будешь, в наших краях, обязательно заезжай, с удовольствием, так что спасибо тебе, спасибо большое, спасибо, спасибо,